Микс Ньюс Радио Болтком. Программа Абонент доступен. Участие слушателей обязательно. Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире программа Абонент доступен. В студии работают Анна Смирнова. Вадим Родионов и звукорежиссер Родион Золотарев с нами на прямой связи по скайпу. Сегодня наш гость, исламовед и политолог Алексей Малышенко. Здравствуйте. Да, и начнем мы с трагедии, которая произошла в Париже. Школьный учитель Самуэль Патти был обезглавлен в пятницу вечером в пригороде Парижа. И я напомню, что на него напал, по данным прокуратуры, 18-летний мужчина по имени Абдулак А, этнический теченец, родившийся в Москве и получивший во Франции статус беженца. Патти начали поступать угрозы после того, как он на уроке показал ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда. И вот кажется, что после произошедшей трагедии с журналом Шарли Эбдо, в редакции журнала Шарли Эбдо, который как раз в свое время опубликовал карикатуры на Мухаммеда, эта тема перестала быть настолько обсуждаема. Почему, в чем причина, на ваш взгляд, что история так повторилась? Вы знаете, эта история повторяется регулярно. Даже есть целая книжка о том, как история повторяется. И, кстати говоря, вот именно в связи с рисунками, которые касаются пророка. Это было в Швеции, это было еще где-то. И, кстати говоря, один из художников, который чуть ли не первый нарисовал мечтоподобное, по-моему, или швед, или немец, я уже не помню, но на эту тему есть целая книжка. Он потом прятался, он не жил дома, потому что ему, кстати говоря, пообещали отрезать Гуду. Ну и, наверное, бы отрезали, если бы он себя не вел столь осторожно. Так что это не эпизод, это тренд. Это тренд плохой или хороший, понятный, непонятный. Но нельзя к этому относиться как к какому-то чуду. Мы в этом живем. Если хотите, на каком-то уровне это конфликт с цивилизацией. Разбираться, кто прав, кто виноват. Ну, конечно, террорист, это Танзоров, конечно, нехороший человек, хоть ему и 18 лет и так далее, и так далее. Но понимаете, какая вещь? Проблема-то намного глубже. Проблема в том, что вот приезжают мусульмане. Какое их количество в Европе одному Аллаху известно? Может быть, 20 миллионов, может быть, 40. Вот видите, какие-то колебания. И очень многие из них хотят жить в Европе по своим традициям, исходя из собственного мировоззрения. Вот это тот самый бэкграунд, который приводит и к Шарли Эбдо, и ко всему прочему. Но возникает вопрос, они на это право имеют жить по своим традициям? Ну, там, где эти традиции не приняты, нет. Но возникает другой вопрос. А поскольку вам нужны мигранты, и вы, собственно говоря, вы, европейцы, признаёте, что вам как-то это необходимо, что вам с этим сожительствовать, надо их не то, чтобы давать им спуск и всё позволять, но как-то уважать. И где посерединке-то? Где что? Я полностью саморазделяю мнение редакторов Шарли Эбдо, которые это нарисовали. Можно. Но я бы этого ни в коем случае бы делать не стал. И это не потому, что такая, скажем, там двойственная позиция, такая немножко проститутская. Но это так. Этот вопрос, который нам всем предстоит решать, он решается, и он решается плохо. Потому что подхода, в общем, такого объективного, нет ни у кого. Вот посмотрите сейчас, чего делают французы. Они запретят 50 организаций мусульманских. Они вышлют, по-моему, там что-то 200 человек, или полтора 100 человек под каким предлогом? Что вы члены экстремистских, исландистских организаций. Но, ребята, а где вы были раньше, если вы это знали? Вам надо было дождаться того момента, когда будут резать головы, чтобы это сделать. И самое последнее. Ну, посмотрите на количество терактов в Европе. То Испания, то Французы, да везде. Ну, посмотрите, как два года тому назад себя вели некоторые мусульмане, скажем, на вокзале в Кёрне или в Гамбурге. Но вы же понимаете, что идёт тяжелейший процесс. И вот эта отрубленная голова, отрезанная голова, замечательная, это всего-навсего, ну, сам результат того, что происходит. Есть выход. Но учить-то можно запросто. И диалог цивилизации, и терпимость. Но пока не получается. Поэтому я считаю, что мы живём в этом процессе. Мы с ним будем жить ещё очень долго. Это можно притормозить. Можно с кем-то и как-то договариваться. Но это не чудо. Это не чудо. Это, к сожалению, ну, простите за выражение, сам нормальная ситуация. Просто как-то это сам жутковато произносить. Но я исламовед, я 50 лет занимаюсь исламом. Тут нету, как вам сказать, нету полностью виноватых. Да, вот этот вот парень, Абдуллах Асаманзоров, он, может, сумасшедший. А почему бы и нет? Он фанатит. А почему бы и нет? Но это часть тренда. С ним можно бороться, его семью можно наказать, выставить и так далее. А что вы будете делать с этим? Действительно, никто не знает. Это не вина. Это беда. Вот сейчас такой мир. Поэтому я пытаюсь быть максимально объективным, понять и тех, и других, и понимаю их. Но выхода пока не вижу. Но это говорит о проблеме интеграции, серьёзной проблеме интеграции беженцев в европейское общество. Это не интеграция. Миграция – это, как вам сказать, ну, давайте посмотрим очень далеко за несколько сот лет тому назад. Постоянно приходили какие-то волны чужаков, то вандалов, то тюрок-монголы, и так далее, и так далее. Это естественный исторический процесс. Сегодня он принимает вот такой характер. Вы говорите о миграции? Ради бога, это миграция. Но это всего лишь форма. Форма, ну, хотите экспансии, хотите ещё чего-то, но это форма очень тяжёлого, очень трудного взаимодействия культур. И ключ мы пока подобрать не можем, тем более, что вот эти мусульмане, которые приезжают, и чеченцы, которые обижены здесь в России, и арабы с их Ближнего Востока, где стоит полный брак, они всё это приносят сюда. И объяснять всё время, что ребята, да вы живёте в других условиях, в других традициях, они бегут от худшей жизни к лучшей. Что чеченцы, что алжирцы, что марокканцы и так далее. И приезжают туда, где другая культура, основы которой они не хотят и не могут соблюдать. Тем более, что это мусульмане. А мусульманская психология такова, что ислам – это конечная религия, это последняя религия, самая совершенная религия. И вообще, по мусульманской доктрине, в конечном счёте, весь мир будет мусульманским. Это не значит, что все так думают каждую секунду, за завтраком, за обедом, за ужином. Но это вот тот фон, их фон психологический, культурный, сам социальный, на котором они работают. Но ведь получается здесь такой парадокс, что многие бегут от плохой жизни к хорошей, приезжают в те общества, где эта хорошая жизнь, в их даже представление подстроена, и хотят её переделать под свои каноны. То есть нет ли в этом внутреннего конфликта, кстати? А это тоже нормально. Я приезжаю к вам за деньгами, за ваши технологии, но я-то всё-таки великий мусульманин, потом у нас всё как-то устоится. Не забывайте, европейцы, что вообще-то в своё время Османская империя подошла к Вене, но там что-то не получилось, но идея-то была. Была мусульманская испанция, была, была. И вы, вы, вы европейцы, не мы гости, а вы хозяева. Вы должны нас уважать. Не забывайте о том, какую цивилизацию мы представляем. Я не утрирую. Понимаете? Разные мусульмане, разные люди. Есть более такие осовремененные, есть более традиционные. Но вот этот гигантский пласт культуры и религии, он за ними стоит, они в этом не виноваты. Так получилось по истории. В этом вся трудность. А решать какие-то конкретные проблемы можно. Можно выстрелить, можно расстрелять, можно перестрелять, можно посадить. Но борьба идей, борьба культур, она остается. Так было всегда. Просто сейчас, когда мы наблюдаем в 21 веке с нашими компьютерами и со всем прочим, это кажется дико. Но ведь всегда же так было. Когда одна культура нападала на носителей другой культуры, то, извините меня, вырезались целые города. Мы прекрасно помним и знаем. Это не значит, что сейчас вот так должно быть. Но воспринимать это надо, ну скажем, на разных уровнях. Но в том числе вот на этом сам культурном, цивилизационном, как хотите. Это практически неизбежно. Вот как это предотвращать с нашим современным интеллектом, с мозгами, с компьютерами и прочей фигней? Вот это вопрос. И это вопрос, который был, есть и будет. Во всяком случае, на моей жизни. Чтобы потом я за это не отвечаю. Но может ли вообще, на ваш взгляд, ислам существовать в демократическом обществе наряду с демократическими ценностями? Знаете, очень хороший вопрос. Отчего вперед рванула Европа? От реформаторства. Правильно? Ну, это мы все знаем, и как бы это аксиолог. В исламе было реформаторство. Очень зыбкое и, в общем-то, провалившееся. Сейчас есть отдельные реформаторы, отдельные, которые даже боятся иногда высказывать свои мысли, но которые полагают, что что-то сделать можно, но пока не получается. Реформировать такую религию, как ислам, на данный момент просто невозможно. Да, можно модернизировать. Вот посмотрите на Саудовскую Аравию. Ну, это очаг традиционализма, там ваххабиты сбегают по улицам, но будущий король-то, он модернизатор, если его не убьют до этого, кстати говоря, если он уцелет. И это противоречие. Это жуткое противоречие, тем более, что, понимаете, какая вещь? Опять же, они говорят, они на понимании, что мы самые совершенные, ислам и так далее, и так далее, но экономическое, политическое соревнование, с Западом, они проиграли. Комплекс неполноценности, ощущение отомстить. При нашей-то самой лучшей религии вы нас завоевали. Мы должны как-то ответить. Это присутствует, я бы сказал, в менталитете всей уммы, которой полтора миллиарда человек, это большим китайцам. Так? Поэтому вы задаете вопросы, я отвечаю, но если вы хотите какого-то окончательного вывода, чтобы я вам подсказал, как жить дальше, я не знаю. Этого никто не знает. Что касается противоречий внутри ислама, потому что даже не исламисты знают, что сунниты не любят шиитов, а шииты не любят суннитов. И, соответственно, находясь в рамках одной религии, там очень серьезные противоречия, если не сказать даже вражда. То есть, насколько исламская традиция, исламская религия вообще монолитна, если можно так сказать, или нет? Она, как любая религиозная традиция, совершенно не монолитна. Есть какие-то общие проблемы, что есть Коран, есть вот эта идея, что весь мир будет мусульманским, но мы сейчас говорим с вами не об исламе, вот вы говорите, об его интерпретации. Шиитской, суннитской, исламистской, еще какой-то. Да, есть Аллах, мы все верим в Аллаха, мы все верим в одного Бога, который пишется с большой буквы. Но мы говорим о религии, которую создавали люди. Религия вещь конъюнктурная. Это тоже большая проблема. Понимаете, и каждое направление в религии, что сунниты, что шииты, что исламисты, что разные фактики, кто угодно, они дают свою интерпретацию и считают ее конечной. А в христианстве что? А православие какое? А католицизм какой? Ну и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому это нормально, естественно, но ислам отмечается, во-первых, вот то, о чем сейчас я говорил, уверенностью всей уммы в конечности, еще такая очень гадкая вещь, которую все не любят, политизация религии. Я бы сказал, шире обмерщенности. И с этой точки зрения ислам отличен чем? Он развернут на светские проблемы, на быт. Поэтому есть исламская экономика, есть исламское государство, а христианское есть государство, его нет, а христианская экономика есть, а ее нет. А он развернут на это. Я понимаю, что это утопия, что этого быть не может, но люди-то в это верят. И потом, посмотрите, вот мусульманский мир после войны ищет выхода. То национальные какие-то социализмы, не то еще что-то. И все провалилось. То Западу подражать, то Советскому Союзу подражать. И где это все? Ноль. Так, ребята, давайте обратимся к исламу. Ведь пророк создавал вот эту первую исламскую общину, то есть первое исламское государство. А почему бы не попробовать? Я прекрасно понимаю, что вы сейчас меня будете критиковать. Но поставьте себя на место мусульманина. Все провалилось. Все к чертовой матери провалились. Мы не Запад, мы не коммунисты. А кто мы тогда? А мы мусульмане. А где наш ислам? Вот там современ пророка Мухаммада, на которого рисуют карикатуры и считают его идиотом. И круг замкнулся. Что касается... Да, поскольку нападавший был этническим чеченцем и глава Чеченской республики, также Рамзан Кадыров прокомментировал произошедшее. И он назвал это провокацией со стороны учителя, который показывал эти карикатуры. Можно ли подобное рассматривать вообще как провокацию? Поставьте себя на место Рамзана. Когда три года тому назад был Шарль и Бдо, в Грозном была демонстрация. Кто говорит, там 400 тысяч, кто 700, кто миллион, кто больше. Но демонстрация была колоссальная. Ну там теракт. Так какие лозунги-то были? Почти как на 1 мая. Что виновата Европа, она обидела ислам. Он сейчас, конечно, такое уже сказать не может, потому что другая ситуация. Но, а, он оправдывает, даже не оправдывает, он говорит, что по этому парню нельзя судить о чеченцах. Кто как хочет, тот так и судит. Это другой вопрос. Но если почитать дальше его твиттер, то, конечно, виновата Европа, которая всё это провокирует. Но мусульманин, если он истинный мусульман, вообще не может быть виноватым, поскольку истинный мусульманин соблюдают истинный ислам. Опять получается заколдованный круг. И все кругом правы. И все кругом правы. Но в Европе-то относятся к мигрантам, мусульманам, как бы невыгодно было их там приглашать, чтобы они работали. А, кстати, они не всегда работают, а живут на пособие. Им-то выгодно, чтобы были мигранты, но было бы поменьше ислама. А проблема с чеченцами вообще с кавказцами, она очень острая там стоит. Вот были данные, что во Франции 20 тысяч чеченцев, 60 тысяч чеченцев, 40. А мне, ребята, те же чеченцы, между прочим, мои друзья рассказывают, что больше статус. Сами эти сам-чеченские общины, они, кстати говоря, весьма-весьма противоречивы. И в них масса противоречий. Только один пример. Это мне рассказывали и немцы, и шведы. Но не хотят сам-чеченские мужики работать. А женщины чеченки работают, причём прекрасно. Это я не придумываю, но, может быть, это всё не так. Мне рассказывали. Они работают в госпиталях, они получают образование, они адаптируются. Сам-чеченские женщины переходят в Европу. А мужиков это раздражает. Это, как бы сказать, это то мнение, которое я слышал много раз, и я верю в это. Ну, как с этим быть? Что сам женщины как бы сам теряют эту идентичность и уходят в Европу, а мужики её сохраняют. Это ведь тоже вопрос. Ведь сам речь идёт о десятках тысяч людей. По всей Европе там вообще непонятно какое количество. Не только чеченцев, но и вообще мигранцев. Там кто их считал, когда они плавают через Средиземное море. Поэтому больше вопросов, чем ответов. Это нужно обсуждать. И нужно понимать, скажем, и тех, и других. Отсекать крайности. Отсекать крайности это безусловно. Давить на мусульман там со страшной силой, как это где-то делается, сам нельзя. Но и поощрять сам нельзя, когда ты приезжаешь откуда бы то ни было. Хоть из Афганистана там полно народу. Хоть из Марокко, из Алжира, из Сирии. А сейчас поток. И чтобы ты сюда приехал, не знаю, в Брюссель и всячески подчеркивал, что ты мусульманин, сам не дож, голубчик, ты оттуда бежал, так вот изволь жить так, как живут здесь. И нечего обижаться. Ну, как? Это проблема времени. Тогда, в 70-х годах, это начиналось. и ваш покорный слуга писал, что это когда-то превратится в огромную проблему, все смеялись. Особенно французы, которые говорили, да мы их адаптируем, да кто они такие? Они по-французски говорят, да мы как-нибудь разберёмся. Так. Было это, точно было. Были материалы, были выступления. Я участвовал в двух или трёх проектах. Как адаптировать мусульмана. И когда я говорил, так, ребята, надорвётесь, но ты ничего не понимаешь там у себя в России. Ну, а как? Я не знаю, кто знает Макрон или ещё кто-то. В общем, нам с этим жить, это естественный историко-культурный процесс. Мы в нём будем путаться, будем блуждать, будем совершать ошибки. Со мной советов никто не может дать. Но вот отсекать крайность, если возможно. Вот это нам. Макрон, Макрон как раз заявил, что преподаватель погиб за то, что учил людей в свободе выражения. Где эта грань в таком случае между свободой и самовыражением и оскорблением чувств верующих? Да нет такой грани. Вот это ошибка и ваша, и Макрона. Вы всё время ищете какую-то грань. А это вот, представьте себе, аквариум или кастрюлю. Вот вы туда выливаете тут горячую, вот тут холодную. Она будет перемешиваться всё время. А поставить заборчик. Никогда не получалось. Никогда. Опять же, посмотрите историю этого самого монгольско-татарского игоря, как его теперь называют, и до всего прочего. Посмотрите на христианизацию Латинской Америки, на исламизацию Африки. Это всегда было. И мы сейчас это видим, вот только нам кажется, что мы такие умные, мы всё соображаем, мы всё понимаем, 21 век, ну всё мы знаем. Да не знаем мы. История как была, путанным делом, так и осталась. И искать вот это вот конкретное решение по таким проблемам надо. Надо сам всегда помнить, мы его окончательно не найдём. Мы меняемся, мир меняется, климат меняется на нашу мозгу. Это не шутка. Это всё работает. А по поводу сам климата последнее замечание. Но представьте сам себе, что вот этот вот кошмарный прогноз о потеплении, сам чуть был не сказал, о подорожании. Вот это всё меня и из Африки совсем потеплеет. И Южная Европа, вот эти массы людей пойдут на север. Вот я посмотрю на город Сокгольм или Хельсинки, как он будет называться на, не знаю там, на арабском языке или ещё на каком-то. Мы в этом живём. Да, мы продолжаем. Программа Абонент доступен. Меня зовут Анна Смирнова, Вадим Родионов, звукорежиссёр Родион Золотарёв. И с нами на прямой связи исламовед и политолог Алексей Малошенко. Ещё раз здравствуйте. Ещё раз здравствуйте. Ну, что касается Турции, потому что мы видим политику Эрдогана, то, что он сделал собором Святой Софии. И вообще говорят о том, что Эрдоган как раз отказывается от завоевания Ататюрка, что он, в общем, снова хочет сделать Турцию, такой религиозно направленной, религиозно ориентированной страной. Вот как вы считаете, что происходит сейчас в Турции с вами? Вы знаете, вы ведь в Сан-Гларино в Сан-Изрике звоните, да? Да, в Сан-Изрике. Вот вы виноваты. Европа не пустила Турк в Европу. И у Эрдогана с его амбициями, с его, ну, скажем, с его менталитетом. У него выход быть сам лидером еще чего-то. Отчего он хочет быть сам лидером? При условии, что он про Сан-Сан-Забыл, он про Ататюрка, ну, нафига ему сейчас нужно просто сказать Ататюрка? А вот быть лидером одновременно и в мусульманском мире, так? И на Ближнем Востоке. Я очень хорошо помню, как 20 лет тому назад, когда я задавал вопрос сам тогдашнему самминистру иностранных дел, так ты на Ближнем Востоке или нет? Да, мы ближневосточная держава, сказал он. Сам 30 лет тому назад, они бы это не посмели говорить. И тюркский мир, вторая волна, как бы сам присутствия турок. Вот. Поэтому это очень похоже, между прочим, ну, не очень, но похоже на Россию. Мы были Великой Империей, мы были сам Великой Империей, нас срубили, вас срубили, но память-то осталась, и, может быть, и мы должны, во-первых, уважать друг друга и никогда не забывать о нашем великом прошлом. А, может быть, нам удастся каким-то образом его восстановить. И, повторяю, у Эрдогана при его характере, при его амбиции, их. Ну, в общем, получается, потому что, где вы помните какого-то турецкого президента, который доравно говорил, что Путин с Макроном, ну, не скажу, посылал, но, во всяком случае, показывал место сам Трамп. Сам, конечно, есть субъективный фактор, сам характер Эрдогана, но это еще и общий тренд. Вот появилась действительно, ну, скажем, как минимум региональная держава. Это уже точно. Мы видим их и в Сирии, и в Ливии. Они пролезают повторно, еще раз, в центральной рейтинге, и определенные шансы у них есть. И поставьте себе на место этого человека, который заводит этот мотор и его раскручивается. И теперь Карабах. Все очень сложно, очень сложно, и я еще не знаю, чем это все кончится, и я думаю, что сейчас заберятся пока. А что будет потом? Вот этого мы не знаем, потому что Карабах, не знаю, там полторы тысячи лет тому назад, даже больше, то Великая Албания, это Азербайджан, то Великая Армения, то еще что-то, то еще что-то, потом, значит, Вторая война, потом революция, потом Парижский мир, по которому признали, что Карабах часть Армении, потом РКПБ, Российская Коммунистическая партия большевиков, для тех, кто забыл, в 20-м году они 4-го, по-моему, июля говорят, что это Армения, потом говорят, что это Азербайджан, вот это все мы сейчас и, простите меня, кушаем. Опять же, что получается сам Пармай, есть ООН, есть два принципа, территориальной целостности и право нации на самоопределение, вот сошлись два барана на мосту, как это решить-то, и те правы, и те права, при Советском Союзе Карабах был что? Частью Азербайджана, не Советский Союз, нет Советского Союза, а Карабах тогда что? Если нет вот этой империи, поэтому надо договариваться и как можно больше говорить, 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 а не убивать. Что вот сейчас происходит с моей точки зрения, может быть, я не знаю, два фактора. Во-первых, всегда привыкли к тому, что армяне это великие вояки, а азербайджанцы, но так, понимаете, но повоюют. И вдруг выясняется, что воевать они немножко научились, мягко выражаясь, что техники у них больше, населения у них больше, ну, максимум в пять, минимум в четыре раза. Это часть тюркского мира, и появляются тут, которые их поддерживают. И у Ильхама Алиева, который, между прочим, очень неглобый парень и выпускник Московского государственного института международных отношений, как известно, и по-русски-то говорит, лучше, чем я, и вдруг они побеждают. При Ильхаме, Алиеве, ну, действительно, я бы так сказал, что армяне огрызаются, очень сильно огрызаются, искусно, но эти наступают. И, как бы ни относиться к Ильхаму Алиеву, к азербайджанскому обществу, они действительно уверены, что они борются за свои земли. Это действительно было так, не так, это можно поспорить, но они борются за те границы, которые были до распада Советского Союза, а то, что там Самарабах себя признавал независимым, ну, мало ли, кто кого признает, это не имеет значения. Отказаться от наступления, которое в общем победное, чтобы Ильхаме не говорили, сам это невозможно. Но проблема другая, давайте представим себе ситуацию, азербайджанцы победили, полная победа, это такое, местная 9 мая, полная победа, и что? Значит, население Карабаха до всех этих историй было 75%, армян 25%, ну, там плюс-минус 70%, азербайджанцев, их, они ушли, или их вытурили. Сейчас 100% армянское население, туда заходит азербайджанская армия, туда возвращаются беженцы азербайджанские, причем в те дома, которые, ну, не скажу, захвачены, но которые достались армянам, но как вы себе видите дальнейшую картину, я вижу очень плохо, и тем более взаимное отторжение между двумя нациями, оно существует, как быть мировому сообществу, ну, туркам понятно, сам все ясно, а всем остальным, вот как себя вести в этой ситуации, когда, ну, давайте признаем, побеждает азербайджан, ну, нельзя, чтобы он туда заходил, чтобы не было лизни, но, но и право он имеет туда зайти, и я опасаюсь вот таких, кстати говоря, вот опасаюсь, но не верю, может быть, и так, может быть, может я прав, а может не прав, но если азербайджан сам побеждает, будет месть, будет месть, по-военному, по-политически, чисто по-человеческому, и опять мы будем все дружно взывать к гуманизму, и опять Лавров будет призывать к переговорам, как быть, как быть, вот на сегодняшний день не вообще там может Карабахский конструктор решать, мы его не решим, а вот как будет так, по-моему, единственный выход это военные наблюдатели нейтральных стран, хотите Индии, хотите Непала, Индонезии, Шведов, чтобы они сидели по обе стороны границы, там, где идут, и если Ильхам Алиев говорит, нас обстреляли ракетой, пусть немедленно вот эти условные индийцы и финны между собой имеют дело, договариваются по телефону, там, благо у них есть автомобильный у меня, вот, они договариваются и выясняют, откуда что, чтобы не было взаимных обвинений, потому что сейчас, ну, если вы задаете вопрос, и ведете передачу, вы кому-то из них верите? вот, были последние сообщения, что армяне бомбили нефтепровод, там, рядом бомбили, это транснефть, это российская лада, и его разрушить, предположим, в чем их обвиняет Азербайджан, ну, Пашинян же не идиот, тогда кому верить, а это вот нефтепровод Кабаку-Новороссийский, мы приглашаем и азербайджанскую, и азербайджанскую сторону, а нас, да, звучат разные мнения, но, безусловно, каждый со своей стороны позиционирует то, что происходит, у нас есть звонок, сейчас радиослушатель на линии, здравствуйте. Добрый день, Александр. Да, Александр, слушаем вас. Скажите, пожалуйста, да, вы говорите, что все очень сложно, но есть исторический опыт, почему современное руководство России не учитывает этот исторический опыт 21-го года, вы помните, как большевики помогали Ататюрку, и Россия современная наступает на те же грабли, она строит там атомную станцию, задаром практически, то, что средства не будут возвращены, это 100%, Южный поток строит, ну что они там вообще уже истории не изучали, спасибо. Да, спасибо вам. Вы понимаете, какая вещь, а почему я должен за это отвечать, чем если бы я был президентом, но меня никто не избрал, наверное, я бы чего-то делал иначе, и у России такая тяжелая ситуация, когда она в общем должна быть везде, это путинская, да не только путинская, это постсоветская политика, все еще кажется, что есть постсоветское пространство, его же нет, но люди-то в этом живут, особенно мое поколение, вот те, кому там 30 лет, какой там Советский Союз, вы еще Ивана Грозного вспомните, но вот те, кто сейчас занимаются всеми этими делами, вот эта подсознательная идея постсоветского пространства, она существует и здесь, и там, потом это символ Великой Державы, где мы еще можем быть, со России, с точки зрения Кремля Великой Державы, где, покажите мне точку, в Сирии, ну хорошо, я согласен, еще где, только на постсоветском пространстве, да еще не на всем, сам Белоруссия не в счет, это как бы, это отдельный, это сам 40-й номер, понимаете, поэтому, поэтому, атомные станции, там еще что-то, еще что-то, ну вот такой был курс, и объяснять тогда, когда он формировался, бессмысленно сам, тем более, что атомные станции, это деньги, посмотрите на ОДКБ, организации коллективного, как это, ОДК, организация договора о коллективной безопасности, ну, а сколько мы видим, какие маневры, какие, ну, ну, мало в чем мы видим, она хоть что-нибудь сделала, хоть один выстрел куда-нибудь, в Киргизии был вот не этот, а тот мятеж, там, когда убивали людей, где было ОДКБ, сказали, что это внутреннее киргизское дело, так, сам сейчас, значит, уже говорилось, и, кстати, говорит там какой-то тип, говорил по московским федеральным каналам, что, а мы не можем вмешиваться, потому что сам Карабах неизвестно что, но есть удары по Армении, если они есть, подчеркиваю, Пашинян говорит, что били по Армении, ребята, ОДКБ и создан для того, чтобы защищать его членов, то есть тогда Россия и вся компания будет защищать Армению от Азербайджана, а теперь представьте себе сам казахский батальон на границе Нагорного Карабаха, и, ну, и все, все то, что тогда делалось, это была такая постсоветская минерция, а то, что сейчас делается, надо доказать, что мы великая держава, и как, ну, вот сам Россия играет сам Роль посредник, вот они приезжали в Москву, ну, и что? У нас еще звонок, да, радиослушатель на линии, здравствуйте, как вас зовут? У меня Евдокия, у меня такой вопрос, будьте любезны, скажите, пожалуйста, почему он, мировое сообщество, не признает волей изъявления народа независимого Карабаха, что это такое? Да. Это, конечно, хулиганство, понимаете, но мировое сообщество еще признает и целостность границ. И поставьте себя на место мирового сообщества, посмотрите, уставы ООН, да не только уставы ООН, и если мы будем сам признавать вот эту, так сказать, сам Карабахскую независимость, то как, то как тогда будет со всеми остальными депаратизмами? Потому что, давайте говорить честно, Карабахская, вопрос это сепаратизм. Это чеченский сепаратизм, это абхазский сепаратизм, то, что было в Югославии, это, в общем, достаточно типично. Если мы признаем сегодня сепаратизм, этот, я имею в виду ООН, а мало ли чего будет в Каринграде, например. Вот люди тоже посмотрят и скажут, а вот давайте мы отделимся, и что тогда? Поэтому нет выхода или, или от такого не получается. Вот надо и это совмещать, и это. И опять же поставьте себя на место всех президентов. Они все правы. А дальше идет уже чистая конъюнктура. Еще звонок у нас. Здравствуйте. Слушаем вас. Здравствуйте. Вот меня мать в детстве учила никогда не смеяться над религиозными чувствами верующих. Я все спрашивал, а что будет, а что будет? Она говорила, будет очень плохо. Так вот я о Франции говорю. Там учитель показал обнаженного Мухаммеда. Ну что это такое? Почему французское правительство и народ Франции такие глупые, что все французы их резали и будут резать? Да, давайте вот без призывов только. Хотите, чтобы я ответил? Саморелигия частное дело. Не нравится? Не смотри. Если я вам буду сейчас рассказывать о том, что пишут некоторые мусульманские богословы про Троицу и про христианство, то вот человек, который задал вопрос, и ему тоже хочется взять сам кухонный нож и разобраться. Поверьте, пишут такое, что и про Богоматерь тоже. Так что, опять же, положение это очень непростое. Не запретишь. Ну что ж, на этом мы сегодня закончим наш эфир. Спасибо большое, что нашли время и вышли в прямой эфир программы «Абонент доступен». Алексей Малашенко и сломовед был с нами на прямой связи. Спасибо большое. До свидания. Вам спасибо. Спасибо. Спасибо.